Эта лекция для студентов со второго по четвертые курсы особенная, ведь вместо знакомого преподавателя гость из Турции. Юнус Замахай вот уже 10 лет занимается садоводством у себя на родине и является одним из ведущих специалистов в этой сфере. Вот и с будущими аграриями Карачаева-Черкесии он решил поделиться своим опытом. На личном примере ведения хозяйства Юнус объяснил технологию производства турецких агрономов, начиная от посадки саженца до взращивания деревьев, от закладки сада до получения готового урожая. Я приехал посмотреть земли моих предков, пообщаться с людьми местными, найти представителей своего рода. Также по ходу пообщаться со студентами, объяснить то, чему я научился – закладывать, выращивать фруктовые саженцы и деревья. Сам агроном уже успел осмотреть несколько садов нашей республики и остался доволен увиденным. Как говорит Юнус Замахай, у нас очень благоприятный климат и хорошая почва для выращивания садов. Прохладный агроклимат наиболее плодотворно влияет на выращивание яблок, в особенности красных сортов. Находясь в Карачаевой-Черкесии, он успел сравнить цену за килограмм яблок у нас в республике и в Турции. Как оказалось, в нашей республике стоят дороже, чем за морем. Даже при том, что в Турции сильно развито фруктовое садоводство и низкая цена за килограмм, люди все равно продолжают заниматься агробизнесом, потому что он все равно выгоден. Я рассказал все, начиная от выращивания саженцев, посадки деревьев, закладки садов до получения урожая. Постарался максимально коротко и доступно изложить все. Для студентов лекция, безусловно, стала новым опытом. Редко удается узнать о заморских технологиях из первых уст. В дальнейшем эти ребята будут принимать активное участие в развитии садоводства у нас в республике. Им уж точно важно знать, как применить турецкий опыт на родине. К слову, сами студенты часто выезжают за новыми знаниями к своим коллегам. И не только в России, но и за рубежом. В сентябре мы ездили в Сербию на очень серьезное предприятие Агросава. Там мы познакомились с производством гибридов кукурузы и производством пестицидов. И там же в Сербии мы познакомились с другим предприятием, которое специализируется на садоводстве. Он нам рассказал все, начиная от выбора почвы, заканчивая уже сбором урожая. Как нужно, ну с чего начинать, какие технологии и мероприятия проводить для того, чтобы возвести этот сад. А чтобы в течение трех лет уже мы получили урожай такой, ну для производства. Сегодня мы прослушали, поучаствовали в форуме по закладке интенсивных садов. У нас в Карачаево, Черкесии эта тема стала довольно-таки хорошо развиваться. Это огромный плюс, потому что, я думаю, эти сады выведут нашу аграрную республику на новый уровень. Обмен опыта между аграриями регионов и стран – залог продуктивного производства и успешного внедрения новых технологий. И лекции семинара Юнуса Замахай – живое тому доказательство. Это не последний раз, когда турецкий садовод посетил нашу республику. В будущем он намерен вернуться и поделиться новыми наработками. Ислам Джукаев, Мурат Кольчев, Архиз 24.